Друзья, с вами вновь Каспер, с вами вновь StarLadderTV, мы продолжаем смотреть с вами Summit, и это все те же квалификации, все тот же Европейский дивизион, ну вот, я вам покажу турнирную таблицу, наверное, и расскажу все, как оно есть, ну, табличка, ну, пожалуйста, вот, хорошо. Secret против Polar будут играть прямо сейчас, это вторая карта между ними, 1-0 в пользу Virtus.pro, и, собственно, вот они претенденты, да, наверное, на гранд-финал, квота у нас одна, и обладатель этой квоты едет в Лос-Анджелес в начале декабря играть на лане, проигравший пока этой пары Secret Polar падает на Cloud9, с Cloud9 они будут играть завтра, Впрочем, завтра вроде и гранд-финал, я точно не помню, я могу сейчас посмотреть расписание, вам рассказать, давайте, наверное, пока поглядим, вот я сейчас посмотрю, да, гранд-финал, лан-квалифайр, завтра в 19.30, запланирован 20.30 по Киеву, best of 5, вроде бы без преимущества. Ну, а, собственно, тут у нас продолжается безудержное веселье, сейчас мне нужен буквально один маленький момент, вот, все, погнали. Ну, и что, собственно, у нас происходит? Происходит у нас то, что Team Secret забирают вновь Тайдхантера, теперь только у них оказывается Элдер Титан, вот, поменялись Огрмагам и Элдер Титанам сейчас игроки. В предыдущей карте ребята играли за противоположные стороны, ну, в смысле, за другие стороны, да, вот так вот я хотел сказать. Короче, в бане у нас висбримастер, в Войтразор, вот, Войтразор из прошлой игры неожиданно, совсем неожиданно попали в бан. Крайне неожиданно. Так, сейчас, еще раз, извините, буквально секунду. Вот, все, теперь все отлично. Ну, и что можно еще сказать по поводу этого матча? То, что, в принципе, первая игра была, наверное, ну, не то, чтобы перепикана, да, скорее перепикана, да, потому что три лейт-героя, которые дожили до 72-й минуты, они просто камня на камне не оставляют. Ну, а сейчас мы видим, Полар решили чуть более агрессивно действовать, видимо. Тимбер Соул. Ну, секретов есть, да, два милишника, два милишника на силу, Тимбер с ними нормально общается. Поглядим, правда, что будет дальше. Какого керри заберут, ребята, к себе. Ну, керри, типа, морфлингов, террорблейдов, мы понимаем. Против Элдер Титана будут теперь не очень хорошо работать. Ну, вот забанили Котла, Полар, который был в прошлой игре у Сикретов. Я вот тогда говорил по поводу того, что пользы от Котла и от Элдер Титана не так много, как от Элдер Титана. Ну, в принципе, наверное, да, так и есть. Но, с другой стороны, все эти реколы, по сути, это байбэк в драку. Ну, не знаю, разные бывают ситуации, но, как по мне, то все-таки Элдер Титан со своими, там, Астрал Спиритом под кучу физдэмэджа, который имелся у... Очень качественно зашел. Так, ладно, вторая стадия банов и Тим из Сикрет. Кого же вы заберете? Кто же это будет? Ну, точнее, кого они забанят? Банить еще, в принципе, какие варианты? Ну, там всякие думы бэтрайдера остались, это само собой разумеющееся. Правда, бэтрайдер тут же вряд ли будет, так как Тимбер в оффлейн есть. Бэтрайдера поставить в мид, ну, не знаю, вряд ли мы такое увидим. Банится в вайпер. Ну, опять же, много милишников. Ну, уже два милишника. Не. Ну, не знаю, если про суппортов говорить, то Элдер Титан будет у Сикретов суппортом, Биг Дэйди будет на нем играть, скорее всего, Симби дадут его уже привычного Тайт Хантера. Потому что в прошлой игре С4, ну, не то, чтобы плохо отыграл, но как-то, как-то не так, что ли. Вернее, Симба не так отыгрывал на том герое, которого ему доверили. Это был Лич. Хотя, играл он тоже хорошо. Вот, блин, я не знаю, как это можно объяснить. Просто, ну, не сигнатурные герои. Вот дали бы С4 какого-нибудь мидера, убиватора. Может, и чуть раньше в заснову болели и не дали бы расформить этим трем керри. Такое большое количество артефактов. В бане у нас Некрофус, естественно. И идет дополнительное время сейчас для Пупехи. Ну, там минус Вивер. Это значит, у нас не будет станов? Или единственный стан у нас в команде это Тайт Хантер? Ну, как-то так обычно бывает, когда банят Вивера. Это скорее говорит о том, что будет недостаточно большое количество контроля. Вот сейчас у нас Пак появляется. Ну, стан тоже, да, скажем, мяльки. И Свен сразу от Виртус Про. Типа, нате! Опять же, а там пока пачка милишников. Ну, Пак еще. Пак, да, Пак. Если он еще и агонин какой-то будет собирать. Мы это тоже видели. Это прикольно, да. Может сработать. Ну, и что? Наверное, еще одного суппорта заберут сейчас. Кто бы это мог быть? Вич-доктор? Не Вич-доктор? В принципе, почему не Вич-доктор? Солдер Титаном. Дезвард. Блин, ну очень нормально должен залетать. Ха-ха-ха, топовые комменты с чата. Зря они котла забанили. Сейчас купей возьмет чуть нормальное и все. И г-г. Блин, ну понимаете, просто вот слезы на глазах наворачиваются от подобных комментов. А ведь реально, вот просто, был бы там нормальный какой-то сап. Хотя, опять же, котел, он не бесполезен. В некоторых ситуациях он не бесполезен. Лейте он тоже действительно юзабелен. Если герой там вынужден делать байбэк. Но, с другой стороны, если герой вынужден делать байбэк, он может и на травлах прилететь через там 3 секунды. То есть, ну, не знаю. Такое. Ладно, ладно, все. Хватит это обсуждать уже. И так уже тема заезженная до просто потери пульса. 3 секунды у Пупея. И это анти-имейдж. И у нас, получается, сформировались уже линии. Это будет тайдуля. Нет. Нет, ну в любом случае не хватает суппорта. То есть, независимо от того, куда пойдет тайд, куда пойдет пак. Либо один в мид, другой в харду, либо наоборот. Анти-маг будет идти фармить. И, естественно, при поддержке Элдер Титана и кого-то. Кого-то, кого, видимо, что палить не хотят. Я не знаю. Так вот. На последний пик его оставил Пупей. Сейчас. Энчандрис. Скайра смейдж. Кстати, примечательно то, что в бане у нас еще нет Энигмы, которую Пупей тоже достаточно сильно любит. И, которая, возможно, бы даже тут зашла. Да, кстати. Ну, я, скорее всего, забанил. Поларой я бы забанил. Ну, типа Элдер Титан там где-то ходит. Суппортирует. Пак в миде. Ну, да, да, да. Энигма, в принципе, норма должна заезжать. Давай. Минус Энигма. Ну, просто Энигме нечем сбивать Блэк Холл. Вот в чем проблема. Если игра дойдет до БКБ Энигмы, ей вообще нечем сбивать Блэк Холл. И Секрет и просто, нажав по одной кнопке, выиграют замес. Энигма бан. Та-та-та-та-та-там. Ну, уже. Давайте. Быстрее. Что? Если сейчас Секреты заберут Энигму, ох, у меня будет бомба Лейла. Я проверяю, она не в пике, не в бане, вроде нет. Я вот думаю просто, что бы тут мог сделать и на вансер, но да ладно, у меня ни одной здравомыслей нет пока на этот счет. Пять секунд остается. Это Вич Доктор. Это не Энигма, это чуть более активный герой. Но, видимо, решили, что не стоит уж слишком жадничать парня Секрет. Все-таки, да, Энигма жадная, Антимаг жадный. Пак. Да, Даггер ему хотя бы тоже нужно нафармить. Тайдхантер такой же товарищ. То есть, ну, и Елдер Титан, который и левел нужен, и шмотки нужны. Все им, короче, нужно. Ну, а там, собственно, Скаймак, Тимбер, Огрмак пришли, по кнопке нажали. Всех поубивали. Ну, собственно, Вич Доктор. Окей. Наличие Вич Доктора мы тоже предполагали. Ну, в принципе, норм. Есть два фиксатора. Пак, Тайдхантер. Так что, ВД должен нормально исполнять. Хотя, Вард сбивать ему тут есть, чем есть. И Сайлент со Скайрос Мейджа, есть и Свен со станом. И Огрмак со станом. И последний пик. Он же... Кто? Мид? Наверное. Бэтрайдер. Все-таки это оффлейн. Это Тимбер в мид у нас, видимо, будет отправляться. Что ж, ладно. Пусть будет так. Ох, не знаю. Ох, чую я третью каточку. Прям вот чувствую, что будет третья каточка у нас сегодня. Ну, что получается. Да, действительно, Симба на своем сигнатурном Тайдхантере. Элдер Титан, Биг Дэдди. Виртус Про уже разобрали пацанов. Суппорт, Лил и Абрейн. Фобос или Дан. Маг. Маг сложный на Бэтрайдере. В принципе... Ну что, в принципе, Бэтрайдера тут тоже ловить нечем. Реально нечем. И это хороший знак для Виртус Про, потому что там, по сути, опять один кор-герой. Ну, ВП тоже. ВП тоже, так что тут ничего удивительного. Ладно. Начинаем мы потихонечку смотреть. Сейчас мы врубаем тут всякие ингейм. И поехали. Prepare for battle. Давайте, друзья, еще раз представим вам команды. Виртус Про, Повар, Лил на Скайрос Мейджи, Декафобос, Тимберсоу, Абрейн, Огрмаг, Иллиданс, Штормрейдж, Суэн и Маг на Бэтрайдере. Ну, Абрейн это... Я не помню. Вроде бы ФНГ. Я не уверен. В общем, имейте в виду, если что. Ладно. Команда Сикрет. Биг Дэдди на своем сигнатурном Элдер Тайтане. Симба на сигнатурном Тайтхантере Пупей на несигнатурном Вич Докторе. С4 на своем супер сигнатурном паке. И Куру также на своем антимаге. На котором он тоже уже играл не один раз. Что вообще происходит? Какие-то поджоги, какие-то... Куда пошел игрмак? Один! Простой! Мать его за ногу вопрос. Куда пошел Огр Маг? Нет, не этот маг, который Бэтрайдер. А Огр Маг. Чувак, что это? Просто уволен! Уволен! По собственному желанию, естественно. Как обычно на работе говорят. Напиши заявление по собственному желанию. А то чё ты тут... Это просто провал. Типа... Фид, фид, 3-2-2. Всё. Слив. ГГВП. Конец репутации. Так. Фобос. Увидел симбу. Подпилил немножечко симбу. Ну, совсем немножечко. Так, что у нас здесь? О! Здорово! Огр Маг. Чё? Опять по щам отхватываешь? Ну, его реально сейчас ещё раз убили. Если бы он тангусом себе дорогу не прогрыз. Ну, ладно. Так. Кто тут у нас? Вич Доктор, Пак и Элдер Титан на линии. Против Бэтрайдеров. В принципе, Бэтрайдеру тут не будет легко, я думаю. Хотя и так, что гонять его с линии тоже вряд ли будут какие-то возможности. Ну, нет. Гонять его можно. Да, выходит Вич Доктор, кидает каски, там подходит Элдер Титан, наваливает по лицу. Я имею ввиду, что если вот маг начнёт у нас летать где-то по вот этим местностям, то чем его там гонять? Так, Вич Доктор у нас ушёл с линии. Вич Доктор пошёл в мид помогать Кура. Вот так вот решили немного необычно расставить линии. В том плане, что Свен... Вот поставили бы Пака. И, наверное, всё было бы намного проще. Хотя, Сайленс. Всё-таки Сайленс у Скайросмага появился бы там на лвеле 2 на каком-то. И всё. И просто Сайленс. Молоток. ГГ, ВП. Ладно. Фобос будет стоять против Тайдухи. В принципе, нормально, наверное, будет стоять. Да, у одного запилочка. У второго... Энкор Смэш. Оба режут там друг другу статы. Один силу, другой... Дэмэдж. Так что, ребята стоят друг друга. В принципе, спылы дешёвые. Так, ну и что получается? Получается антимаг со спелшелдом. Естественно, подозревают, что его могут начать убивать. Ну и против Хараса Скаймага помогать должно хоть немного. Птица! Минус Курьер. И, наверное, минус Пупей всё-таки за Курьера. И тычечка! Тычечку всё-таки решил закинуть уже Лил. Не оставлять фраг Свену. Потому что мало ли, что этот свитч-доктор там выщудит. Ещё Кас какая-нибудь отпрыгнет. Ну вот, или Дан. Или Дан. Станчик. Хорошо, как пробивает. Ну, убить, наверное, вряд ли смогут убить. Да, Курьер сделает там блинкаут. И у него останется 14 хитов. Калкулейтед, естественно. Ну, ладно. Тут ещё было более-менее калкулейтед. Так, что у нас это С4 делает? С4 у нас уже делает 1000 золота себе. Первая тычёнка у него появилась. Наверное, просто сейчас будет тапочек какой-то, да? Чтобы подмансить получше. И вот ТП-шечку купил. Ну, то есть, будет врываться, убивать кого-то. Вот он Мак, которого, опять же, как мы говорим, гонять тут особо нечего. Вот Сайлент скинули. Хорошо, пробивают дальше. Ну, Мак, может стоило изначально фаерфлай прожимать или не? Ну, видимо, не. Тоже калкулейтед, естественно. И идёт с воплинями. Куро у нас уходит на нижнюю линию. А Пак уходит в мид. Почему нельзя было сделать этого сразу? Первый вопрос. То есть, вы понимаете, что там придёт... Да вообще, пофиг, кто там придёт. Там придёт Тимбер, Пак, нормально стоит. Там, ну, хотя... Да, более-менее. Там Свен, ну, вообще идеально. Типа, от молоточка уворачиваешься, всё отлично. Единственное, что если Свен даблой со Скаймагом, то, да, под Сайлентом сложно уворачиваться, я слышал. Так, ну и что получается? Получается то, что Свен фармит. У него 20 на 8, 16 на 5 у Пака. 18 на 5 мы видим также у Фобоса. Там в миде напали на Пака. Ну, вот-вот. Вот, я говорил по поводу Сайлентса, да, я немного камеру всё-таки увёл, извините. Но суть как раз в том, что... Тут что одного будут бить, что второго будут бить. В принципе, с даблой не мудрено одного героя мудохать. С одной стороны, это антимаг милишный, который при этом должен ещё вроде бы и фармить. И он не фармит, и вообще всё очень-очень-очень-очень плохо. Так, напали на мага. У мага фаерфлая нет. Но маг тут особо не отчаивается. Он просто поливает людей напалмом. И говорит, Биг Дэдди, здоров! Стан и тычка. Огрмаг забирает фраг. Второй уже фраг, кстати, для Огрмага. Так, ну и получается. Вот, теперь Свен остался против Пака Тет-а-Тет. Следовательно, Свен Паку ничего сделать не может. Вот, ну, по понятным причинам, там, всё-таки, анимация достаточно долго и легко уворачиваться от стана. Но, нужно заставлять теперь, значит, двигаться вот этих пацанов. А пацаны двигаются, пацаны не стесняются. Вот он, Скаймаг, подходит. На самом деле, может сейчас просто на морозе подлететь и дать Сайланс. И Пака сотрут в порошок. Вот так вот, например. Хотя, каски пошли. Нет, умирает, умирает Пак. Возможно, умрёт даже или Дан здесь, или Дан на разворотике. Пытается нарезать. Понимает, что на нём Маледикт висит, что, скорее всего, он всё равно погибнет. Да, 94 урона вроде бы немного, но погибает Свен. Маледикт Шан. Говорит нам Вич-Доктор. Ну, такое, такое тоже заставляет здесь стягиваться саппортов. Ну, на то они и саппорты. Пусть стягиваются, пусть перемещаются по карте, пусть делают какую-то полезную работу. Пупейна у Тейла увидел только что Лил. И, да, увидел, где поставили варды. Ну, не только благодаря этому, благодаря тому, что тут тоже вард стоит. Ну, и нападение на Пупея. Сайланс. Тычечка-тычечка. Плевочек. Минус. Отлично. Элдер Титан тут тоже нет. Хотел сказать, ничего не сделает, но сделает. Лила здесь забирает. Но получается, размен саппорта на саппорта. О, кич. Такие пока вроде разноценные у нас разменчики получаются. Ну, и по деньгам, видите, разницы нет. По опыту разницы нет. То есть, это понятное дело. Это, я думаю, обсуждать даже не стоит. Больше интересно, что происходит на других линиях. На других линиях у нас, с одной стороны, фармит Тайт. Он уже седьмого уровня. С другой стороны, сейчас седьмого уровня будет Тимбер. Хорошо, что тот, что тот герой тоже полезный во время замесов. Куро фармит. Это проблема. Антимаг фармящий. Это всегда серьезная трабла. Антимаг тут еще и с топориком. То есть, он серьезно намерен фармить. Поймали мага тем временем. Говорил я его, что ловить будет сложно. Но, как мы видим, возможно. Пак через Дримс Койл не пожалел. Просто не пожалел Дримс Койл и забрал Чипенко. А вот, хитрый план сейчас рисует Огромаг. Без смока заходит. Ребята понимают, что недавно они здесь снесли вард. Да, вот, центрик поставили, вард забрали. И что, вижна, в этой области карты нет, скорее всего. И что можно спокойненько на ноге заходить. И сейчас Пупеха может к ним прийти. Ой, как может получиться неприятно для Вич Доктора. Скорее всего, неприятно получится для Пака по итогу. Да, есть Сайленс и молоток. Вот как же больно бьет молоток. Он уже четвертого уровня. Еще и во вторую печать. Уже третья печать. Очень больно. Так, ну что. Тимбер. Тимбер, тимбер, тимбер. Сейдж смазк. Что интересно, у нас там тимбер будет дальше собираться. Не знаю, может будет какой-то быстрый бладстолон, поглядим. Но пока что еще не ясно. Пупеха у нас пока ушел в мид. Но вот пытаются напрягать Куру. Куру просто морально сейчас давят. И заставляют как-то мансить. Вот он Сайленс, вот он Поджог, вот он Стан. Маг без шестого уровня. Вообще непонятно, что тогда тут делал. Маг умирает. Ну и Rush 3D Gang в исполнении команды Virtus.pro Polar. Отдают они двух своих игроков. Сейчас еще антимаг прыгнет, добьет. Ну естественно, даблкил для Кура. Нельзя давать фармить антимагу. А давайте пойдем его убьем. Ок. Даблкил. Ха-ха-ха. Ну блин, что такое? Нельзя так делать? Ни в коем случае. И при этом Тимбер стоит на линии фармить. Да, вот у него появился Солринг. Хорошо. Но что, это повод оставаться дальше на линии подфармливать? Фобос, соберись. Любой врывчик и сразу... Ты должен быть там с телепортиком и пилить, пилить, пилить всех. Счет пока 6-6. При этом, тут фармящий антимаг. Да, тут конечно тоже есть Свен, но... Свен посмотрим фармящий. Да, Свен тоже пока фармящий. Но это Элидан Свен. Это немного разные вещи. У нас тут пак спалился. Так, ну и вроде у нас активности немножко поубавилось. Хотя нет, нет. Какое поубавилось? Понимает Лил, что вариантов у него осталось немного. Потрясающее место для того, чтобы начать делать тапау. Да, ты типа не палишься. Но, чувак, в тебя арбу кинули. Ну и вот смотрю. Продолжает у нас пока Фобос находиться здесь на линии. Не хочет он никуда ходить. Станчик неточный. Ну и что? Свен, 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 Свен. Пошел уже сплэшик. ПТшечка есть, 1680 золота есть. Я надеюсь, что это будет все-таки даггер. И будет идти он к повышению напряжения в этой игре. Да. Элидан понимает, что надо уходить срочно. Там заставлять тратить все, в общем, возможно. Да. Дезвард, Ривидж. Да, 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 да. Это то, что надо. А теперь здрасте. Нет, Фобос не говорит здрасте. Там, к сожалению, в миде не оказалось деревьев. Сейчас вот так вот просто елки, елки, елки. Вот так вот, вот так вот. Везде елки, елки, елки. Тогда, я думаю, тимбер был бы чуть более полезен. Надо одну елку посадить в миде. Точно. Да, Бэтрайдер уже почти с даггером. То есть, и парочка даггеров. Да, да. Парочка даггеров, и Свен мне машет своей варежкой золотой. Говорит, да, каст. Конечно же, это даггер. А Куро, тем временем, уже 4900. Куро, ну и 2-0. 2-0 у этого товарища еще. Тимбер наконец-то делает минус. Забрал он Пака. Пака просто маны уже не было ни на что, как вы видите. Ну и вот он даггер. В кои-то веки. Нужно срочно уходить на базу, региниться, покупать, да, вот смоук и идти ловить людей. В принципе, план достаточно стандартный. Главное, поймать нужного человека. Тут, кстати, поймали антимага. Да, я что-то завтыкал совсем, простите. Совсем отвлекся. Так, очередной недоподстанчик. Да, скорее всего, будет Бладстоун у Тимбера. И вот, наконец, Мидас долетает к Келедану. Ну, очень быстро, конечно, нарезает. Да, вот, порой мы забываем про это чудесное свойство варежки. То, что добавляет. Он все-таки 30 атак спида, а герои, типа, там, Свена... Ну, вообще, сильные милишники. Такие вот со сплэшом еще, да, для них атак спид действительно штука полезная. Так, вот он Бэтрайдер. У Бэтрайдера немного затяжной получился дайгер. Но, тем не менее. Затяжной не значит, что его еще нет. У него уже имеется в наличии. Так что надо идти прыгать, тащить кого-то. Кого тут тащить? Тайтхантера? Вряд ли хорошая идея. Попытаться поймать АЭМа? Да, идея неплохая, но его будут защищать очень сильно. Там и паки сразу разные нарисуются, и тайтхантеры. И придется драться против всех этих реведжей. То есть, ну, а ловить какого-нибудь средненького пацана, наверное, это вариант. Так, у нас тут пока команды, видимо, осознали, что так дела не будет. Что-то получается хреново у нас драться в 8-8. Так дела не делаются. По деньгам там 2000 разницы и плевать. И по опыту меньше 1000 разницы. У нас что-то тоже, в принципе, плевать. И просто ребята решили, видимо, уйти в лейт. Хорошо, давайте поглядим на возможные сценарии развития событий. Какие они вообще могут быть у нас? Может быть, шестислотовый Свен, который просто кричит, идет в атаку и всех убивает. Это вариант А. Вариант Б примерно тоже только с антимагом. Вариант С, когда у них будут более-менее равные условия. И придется опираться не только на этих пацанов. Давайте, что у нас есть не только про этих пацанов. У нас есть пак. Сильный герой. Действительно сильный. Есть тай духа. Очень сильный герой. И Элдер Свич Доктором, который будет помогать и тай духе, и всем остальным. Да, я просто отпустил мышку, сидел, наблюдал дабл-кликом, как там бегают. Какой там 8-й, наверное, фраг, который я пропустил сегодня. Что-то типа того. В общем, суть не в этом. Суть в том, что вот эта связка героев у Секретов выглядит намного сильнее, чем вот эта связка у ВП Полар. Это даже связкой нельзя назвать, потому что тут не особо сильно вписывается Фобос на Тимбере. Тимбер должен устраивать Ветер. Просто такой серьезный-серьезный Ветер. Ну, кто тут Элдер от Тимбера, ну, вряд ли убегает. Кто там Вич Доктор, тоже не убегает. Просто Вич Доктор особо-то и не подставляется, вот в чем дело. И вот, наконец, Бладстоун. Ну, хоть с Бладстоуном-то пойдет уже Ганг или нет. Ну, вот же, Регенчик. Вот он он, отличный Регенчик. ТПшечка. Хорош. А тут у нас идет нападение на Пака тем временем. Не получилось этого Пака поймать. А вот Пак Мага ловит на пятерик. Так, у нас тут, правда, идет атака. Атака на С4. С4 пытается забрать. Пак переживает. И там Дезвард уже пошел. Стан в Пупеху. Минус Пупей. Антимаг прыгает. Пытался забрать. Он еще у нас из Кайрос Мага. Но как же качественно влетает Тайт. Уже два трупика организовали Секреты. Третий также был. Уже оформлен. Ну, и Биг Дэди срезает его Фобос. Два в три получается. Ну, тут еще добавить Биг Дэди. В принципе, более-менее равноценно, казалось бы. Но, ну, как равноценно. Там в Пятихат, наверное, бы проигрывали. Ну, тут, блин, тут Тайт получил денег. Тут Антимаг получил опыт тоже. Свен умер, что тоже немаловажно. И разница между этими героями, она сейчас будет стремительно расти. Потому что Антимаг фармит с Баттлфюри, как по мне, это побыстрее, чем Свен. Ну, я, конечно, могу ошибаться. Я просто слышу, как-то происходит тынь-тынь. Да, все. А ему уже по барабану. У него уже фарм на поток поставлен. Так, кто-то бьет крипов. А, это Тайт у нас. Это вот по чайнику. Ну, Тайт, понятно. Следующим айтемом рефрешер. Чтобы особо не заморачиваться. Так, и Свен у БКБшечка, наверное. Да, да. Эллидан собирает БКБ и правильно делает. Без БКБ тут ловить на самом деле нечего. Тут и Тайт, и Пак. Ну, все, короче. Все бьют. Причем некоторые бьют и в БКБ, типа Вич Доктора. Без БКБ было бы совсем кисло. Что он тут делал? Девардил? Нет. Вардил. Короче, я пропускаю все вообще фраги. Я просто забил уже на миникарту, видимо. У нас попытки сейчас забрать Симбу. Потратили лосо в никуда. Пак. Прыгает. Хороший Сайленс. Ну, и Станчик тоже отличный получился в итоге. Ну, в этой игре Полары выглядят совсем как-то неуверенно. Не понимают они, что делать. Набрали вроде бы героев. А как ими играть, кто его знает. Да, в начале была ясная схема исполнения. Типа, стоишь на линии. Сайленс в Пака. Потом. Там, молоток у него. Классно. Он умирает. Ахаха. Все счастливые лучи добра и счастья разлетаются. Но. Что делать, когда начинается замес? Когда там Тайт нажимает Тревидж. Когда Пак ставит Дрим Койл. Когда идет разлом. И Дезвард. Что делать? Где лать? В принципе, ну... Что, уплотняться? Только вот это, наверное, такой самый важный момент. Свента арморочка чуть-чуть подарит. Не вопрос. Но надо быть совсем плотными. Поэтому и Скаймак, видимо, купил себе Power Threads. Так, Свент заходит нас фармить Эншентов. Его видят. И его убивают сейчас. Ну, я думаю, тут можно уже действительно смело писать ГГ. Потому что Свен уже на 2500 отстает от Аэма. Буквально 3-4 минуты назад. Ну, ладно, 5 минут назад. Эта разница не составляла вообще ничего. Сейчас уже какая-то третья, наверное, смерть Свена. В общем, он 5 раз уже умирал. 5 раз погибал основной герой команды Полар. Ну, тут все идет к третьему матчу определенному. Ну, и герои у Поларов не такие, которые могут изменить игру в целом. Вот мы видели, что вообще поменялось. Секреты взяли, сделали так, как сделали Полар в прошлый раз. Взяли сильных героев там на замес. Да, каких-то лейтовиков типа антимага там. И Вичдоктор, и Тайдхантер более-менее тоже даже в лейке там что-то могут. А Полар набрали какой-то вообще бесполезной фигни. Типа Тимберы, Бэтрайдеры. Ну, Бэтрайдер не особо бесполезен, да? Если он там тоже с кем-то более-менее взаимодействует. Типа Вичдоктор на ранней стадии игры прям супер засноуболил. Ну, все. Можно ГГ писать. Я не вижу смысла продолжать дальше вообще играть здесь. Ну, в принципе, да. Два минуса сделали. Хорошо. Антимага убили. Тоже хорошо. Я уже просто боялся, что я М тут выжил. Ну, посмотрим сейчас итоги боя. Да, и вроде бы в тыщенку вы для себя подрались, ребятки. И вроде это даже хороший плюс. Так что, да, тут я поспешил, естественно, с выводами. Ну, как я обычно и делаю. Так что не обращайте внимания. Ну, тем не менее. Антимаг. Антимага, ему тут есть в кого шваркать. Тут есть и Тимбер с хорошим монопулом, который много кастует, которому просто залетает подача с мановоида и очень больно становится. Да, есть Пупей на Вич Докторе, который, правда, пока, хоть и без поинт-бустера, но уже почти с один, с одиннадцатым левелом уже. Так, Пупей тут должен, наверное, умирать. Да. Проставчики подъехали. Много-много-много дэмэджа. Пупей живет. Что? Нет, Пупей погиб, но почему-то был отменен телепорт, который сюда вкастовывал. Кто не успел обратить внимание. Но, тем не менее, Вич Доктор жил достаточно долго. Ну, там Курон. Курон шли убивать изначально, а тут убивать идут Элидана. Элидана, отличный стан, по-троим, попал, фронт-пакт ему вернулся. Но, как же он тут больно наваливает, вы только поглядите. И все, и тут тоже подкреп, и нет вообще, что происходит? Ладно, Пака забрали, и то хорошо. Вич Доктора там убили, Пака забрали, каких-то пару минусов сделали, норм. Вот, итог боя, опять же, немножко в плюсик для себя, да? Правильно, правильно. Сэн получил опыт, Скаймаг получил опыт. Скаймагу-то, час опыт действительно важен все-таки. Какой-нибудь быстрый одиннадцатый, который у него уже именится. Относительно быстрый одиннадцатый. Шестнадцатый просто, Тимбер. Я не вижу просто будущего этого самого Тимбера. Возможно, если Фобос решит реально показать уровень, то попробует срезать, там, не знаю, конкретных суппортов, как можно скорее. Если вот сильно захочет попробовать. Ну, и Батрайдера в этой игре тоже практически не было. Где там врывы, лассирование, чего этого нет? Ну, Акуру продолжает фармить. В принципе, так же, как и Свен. У Свена в придачу к этому Мидос еще имеется. Так что фармят они не то, чтобы плюс-минус одинаково, но как-то близко, как мы видим. Несмотря на большое количество смертей у этого самого Свена, он пока еще на плаву. Манта Стайл. Что у нас будет с приобретением Манта Стайла? Ну, во-первых, героя типа Тимбера, если он остановится хотя бы на долю секунды, если получится его задержать, и АМ в него вгрызется, там, правда, пока второй только Манабрейк, до четвертого там недалеко, иллюзии будут беспощадны. Иллюзии выжигают тьму маны, мановоид, все, Тимбер, домой. Ну и ВП бездействует, то есть у них идет надежда на то, что Свен всех поубивает. Но Свен всех убивает, я не знаю, когда он прям совсем шестислотовый, что ли. Ну ладно. У него хотя баф есть, и то хорошо, сколько там уже так спит. 0,72, ну, первого левела баф. Так, даже если 0,6 будет, ну, типа норм. Кристаллиса не хватает, правда, очень сильно не хватает кристаллиса. Пошел у нас тут к Десик. Арбат пока. К Десик от Свена или Арбат пока. Очень ревноценно. Хотя, не-не-не, все нормально. Идут дефать вышку, и Свен, если он не жадный, ну, не алчный слишком герой, наверное, должен был уйти, но не побоялся, остался на линии, забрал вышку в итоге, заработал день жад, и у него уже 2,5 тысячи. Даггер или Кристаллис? Даггер или Кристаллис? Даггер, Кристаллис, Кристаллис, наверное. Но Даггер на Свене тоже хорош. Очень хорош. Правда, тут есть кем инициировать, есть Бэтрайдер, там Тимбер, поэтому, возможно, Даггер Свену не так сильно нужен. Так, Тимбер, напал, поймали здесь Биг Дэдди, Биг Дэдди. Куда ты его утащил? Ну, Чепенко, оставь ты его рядом со своими пацанами, что ты его таскаешь? Пак, хорошо, Дрим Койл, по двоим, Сайленс тоже, БКБ у Свена нет, но тут проблема у Пупея, Пупея просто убивают. Да, Тимбер еще один запил, и это будет минус Пупеха. Вот так вот его щупом своим. Ну и, слушайте, вот это уже опасно, это уже реально опасно, потому что такие вот смерти, они совсем плохо заканчиваются. Мы видели тогда, одна была смерть, там, в 500-800 золота, сейчас еще в полторашку, то есть получается там 2500 на рунном месте, разница по голде сейчас зарабатывают полары, забирают они сейчас быстренько, например, Рошана, у Свена уже 3300, и вроде бы все не так уж и мрачно, несмотря на то, что Куру на топе пушит, а Куру правильно все делает. Куру собирает себе Баттерфляй. Зачем ему нужен Баттерфляй? Потому что от магии резиста у него достаточное количество. Проблемой по-прежнему остается какой-нибудь Тимбер, например, у которого чистый урон, который будет все равно неплохо наваливать. Тайт залетел, и вместе с Элдор Титаном едва не сделал минус 3. Да-да-да, успел уйти отсюда Тимберсоу. И мага здесь тоже поймали, наверное, да? Хотя есть. Вот, Файрфлай. А, там уже Куру. Там уже Куру. Это даблкил, и это минус 4. Аэгис остался у Тимбера. Потрясающе. Такой Аэгисоносец. Эгидоносец. Вот, точно. Ну, сейчас мы видели, что происходит во время замеса. И так будет происходить постоянно. Не знаю, повара должны как-то идеально синициировать. Что подразумевает идеально? Это утащить антимага просто от пятерых героев, от четырех его тиммейтов так, чтобы они ничего не смогли сделать. Не знаю, как-то ворваться, помочь. Да, еще и рефрешеру тайна. Игра подозрительно затягивается. Мы видим, что очень-очень далеко вперед начинают ходить секреты по деньгам и по опыту. Надежда, конечно, остается на вот этого пацана. А что Свен? Свен сразу же Манкикинг Бар решил собрать? Ну, наверное. Денег еще много просто нужно на МКБ. Сколько там? Две тысячи нужно собирать. Напали на Вич-Доктора. Хорошо. Убили, наконец, Вич-Доктора. Я уже волновался, что там сейчас какой-нибудь станут Элдер Титану залетит. Так, ну и что. Кура продолжает неистово фармить. Кура уже полторашка после бутерфляя. А, и Свен спокойно пока начинает расправляться с Товрулькой. Уж он ломает эти здания. Посмотрите, там 430 урона с руки Эллидан. БКБ не прожимает. Стальные нервы у Эллидана. Подвышка очень сильно его напрягает. Да, и залетает стан. И... И это ГГ. В принципе, на этом игра заканчивается. Вот, когда происходят подобные вещи... Причем антимага там не было в принципе. Вот антимаг, он на топе. Он пушит. Он забрал сторону. Это 4 героя дралось. Просто сильней замес. Вот и все. Что там ждали? Вот оно, БКБ непрожатое. Ну а что хотели? Там Тайт врывается моментально. Жмак. Тайт даже не ждал. Какие тайминги там? Такие две с половиной секунды. Тайт действовал на верочку. Внести огромное количество урона. То есть 900 урона. 900 урона. По всем, кто там стоял. И просто подготовить платформу для того, чтобы люди не могли пойти повышать антимага фармить. Ну и минус следан, наверное, да? Прожал он наконец БКБ. Убегает. Тут Бэкдора нет. Кстати, кстати. Да, ну и получается что? Получается 25-17. На графиках тут все уже совсем плохо. Это 13 тысяч золота. Это агоним у Пака. И теперь Свен без ножек. Друзья, Свен просто будет без ножек. Даже прожав БКБ, он будет стоять на месте и ничегошеньки не делать. Ну и вот он результат. 4-7 у Свена. Стата у него 11 тысячный творожный антимаг. Уже в два раза его перегнал. То есть... Это же было понятно еще изначально. Если вы собрались наводить шорох, то идите наводите шорох. Какой нафиг Тимбер? У Тимбера вот конкретный фиксированный ДПС. И этот конкретный фиксированный ДПС теряет, естественно, свою актуальность со временем. Это, ну, я не знаю, там не Никс, там, Ассасин, да, который... У которого всегда там с пылы более-менее актуальны. У Вич-Доктора даже с пылы всегда актуальны. Потому что урона много. Вот, Свен сейчас тут что-то... Ладно. Почти всех поубивал. Почти считается. Дай, да ладно, Боттл отпивается, отпивается. Ну нет, его поймали. Все равно Свена убивают. И да, он там нормально нарезал. Он реально хорошо нарезает. Герой действительно неплохой. Сильный герой. Но этому герою нужно пока слишком много. У антимага уже это все почти есть. Он просто ушел на топ. Ему реально не хватает Тараски только. Вот Аэму, и все, для полного счастья. Для того, чтобы вообще с линии не уходить. Так, линия уже сильно пушится основательно. Пора, наверное, Аэму прописаться уже на другой линии. Потому что вверх он и так забрал. Может, не ожидал, что так быстро получится это сделать. Минус Алдер Титан. Ну вот, на ответке в 15 тысяч золота. Остановились графики. Графики. График. И 13 тысяч опыта. Точно так же. Вниз потихонечку они ползут. Но не знаю, насколько стремительным будет это ползание. Опять же, Тайд еще не давал там рейвэйджи, рефрэшер, рейвэйджи. Да, вот он, Тараска. Шарит просто как царь играет Куру. Ну, надо же его похвалить. Вернее, типа себя. Ха-ха-ха. Ладно. Нужен теперь Трвела и Абисал Блейд. Все. Идеальный антимаг. Ну, и антимаг, как видите, он ушел с топа. Он перетянулся на нижнюю линию. Тут еще попутно лиса подфармливает. И он просто даже лиса сейчас ушел. Хотя, я не думаю, что тут вот так прям супер много фарма. Для антимага. Просто тут еще есть что-то забирать. Тут еще Тир-2 стоит. Так, где там? Где там? Где там? Где там? Есть уже? Не-не-не. Свен по-прежнему не может себе дособрать Манкикинг Бар. Да и МКБ, да и Далус нужен. Все нужно. Нужно время, в первую очередь. Каким-то непостижимым образом выиграть время в драке. Для того, чтобы он сделал там 4-5 ударов. Вот Мак, например, приплыл. Или прилетел. Не-е, даггер есть. Ох! Очень быстро успел он это сделать. Что это? Типа, Мак настолько жесткий, что раскидал напаун в разных местах, чтобы антимаг велся, я не знаю. Ну вот. Только что на топе убивали вашего бетрайдера. А давайте-ка я пойду пофармлю. Ну как? Чувак, только что. Там было два типа. Ну. Ах. Как же все тяжело. Дается мне. И нет, давай бэк у Свена. Минуты без Свена. По-любому минус. Вторая сторона. Какие-то сайленсы. Что происходит вообще? А, там типа напали. Ну, да-да-да-да-да. Это даже нападение нельзя назвать. Это просто развал. Это вот как отобрать у ребенка конфетку. Просто прийти и поломать поларом сейчас вышку. Они ничего не могут сделать. Могут смотреть просто с лезящимися глазами и говорить. Ну, не надо, дядя Куроки. Не нужно так делать. Это же плохо. А ему по барабану. У него все просто в шоколаде. Он сейчас забирает вторую сторону. Спокойненько отсюда сваливает во свояйся. Забирает, надеюсь, вторую сторону. Да, он, видимо, понял, что с милишной может не сложиться. Решил еще ринжовый добить сразу же. На Верочку. Ну и все. Минус две стороны. И открываем, опять же, графики. Да, вот, в два раза. В два раза идет перифарм. Как там успехи с МКБ? Ну, что съед, что с тут золотой? Все будет. Говорит антимаг, что там руна богатства. Кого же он хочет сделать богатым? Пака, видимо, решил сделать богатым. Но там еще бутылку нужно было наполнить. Так, хорошо. Возможно, убьют Вич-доктора. Да, убили Вич-доктора. Окей. Дальше что? Дальше Биг Дэнди. На Иул поднял одного. Просто продолжает убегать. Где этот Свен? А, вот, все. Есть МКБ. Есть МКБ. Момент истины. Какой там уже четвертого уровня баф. МКБ. Все, полный фарш. 0.59 скорость атаки. Не, вообще, шутки шутками. А если вдруг ему дадут времечко... Кто ему даст времечко? Вот, нашли Кура. Нашли Ноутейла. Да, пошел тут Слип. Уезжает один. Кура, отлично, и выйдет молоток. Иллидан убивает, естественно, иллюзии. Возможно, даже убивает Пака. Но там с Аганимом Пак, поэтому Иллидан не рискует разрывать связь с Дримкойлом. Дайерскурер я вон только переуспел увидеть. И Биг Дэдди убегает отсюда. Получается, что потеряли Бетрайдера, никого не убили. База горит. База просто горит. Да, допустим, даже убили Элдер Титана. Как это меняет тот факт, что база горит? Тайт вошел. Ревейдж один. Ревейдж второй. Минус два с ульты от Антимага. Good game well played. Так ведь? Кура еще издевается. Начинает унитазы ломать. Ну, на самом деле, просто для того, чтобы крипы сразу шли к вышкам. Льер. И так вот, смотрю, спорят по поводу того, стоит ли там тайды вытаскивать в лассо. Не стоит определённого, и чё Но там должно быть что-то Супер феноменальное Для того, чтобы вы его успели нормально забрать Особенно если у него уже там порядочное количество здоровья Там станы Сайленс и всё это должно даваться Там по супер таймингу Какому-то Так, Бэтрайдер Нет, не стал куда-то прыгать А, там у нас поймали Пупея Пупея ходил в ордил здесь Ещё и С4 поймали Хорошо Как он это сделал? Почему я не могу в папчике так сделать? Какого чёрта? Я не могу улететь из Файрфлая Или там Чакрама Или ещё чего-нибудь Что за фигня? Не, ну он в принципе жёсткий Ага, линка появляется у тайдухи Ну и правильно, потому что Всё-таки Бэтрайдера надоедает Чё тут у нас? Следующая ступень, да В 20 с лишним уже тысяч золота Ну блин, тут смысла вообще нет смотреть на все эти графики Что-то пытаться анализировать Тут всё давным-давно понятно Вопрос только в том, когда Куру захочет пойти И завершить эту драку Ну, эту игру Вместе со своими тиммейтами Потому что появляется Аганим у Вич-Доктора У Куру сейчас появится Абисал Блейд, скорее всего Не думаю, что это будет Рапира Это было бы совсем глупо Отдать там Свену, например, Рапиру И чтобы он там с одного удара Всю команду вашу вырезал То есть просто Абисал Блейд И до свидания Вот он Свен Да И готов Абисал Блейд И у Свена 666 хп Как раз оптимальное количество Для того, чтобы начать драку против антимага У которого 350 атаки Так Ну да, да, да Тут, я не знаю Свену реально два слота нужно для того, чтобы Действительно составить конкуренцию А все из-за того, что забанили котла Действительно Все только из-за того, что забанили котла Отдали бы котла Изи катка вообще была бы Потом прыгнул Аэм Что делаешь? Там тройная мультика Кстати, по Вич-Доктору Может сработать Прыгнул маг Никого не поймал Нет, поймал Ноутейла Куроки Хочет кого-то ударить Куроки Нет, не получается у него никого ударить Линка И это минус один И минус три И Тайдхантер дает реведж в одного Уже Иллидана Который что? Правильно Сделал два удара За замес Ну, когда уже будет написан Гудгейм? Сколько можно? Хватит это терпеть Да, просто идут ломать трон Без вариантов Нет, байбэка у Свена вновь В общем, друзья У нас начинается Начинается Будет совсем скоро Начинается решающая третья карта Которая определит победителя В этом финале венеров И определит того Кто-то же продолжит Борьбу Ну, хотя Тут ни одна команда Еще не покидает турнир Да, так как Проигравший просто Попадает вниз На Клауд Найн Но У победителя Естественно Поприятнее Ты все-таки Выходишь Завтра Имеешь возможность Посмотреть За матчем Клауд Найн Против Того, кто будет Здесь проигравшим Проанализировать Какие-то там мувы Возможно Найти какие-то тактики Опять же Контр-тактики Собственно Да, намного приятнее Меньше играешь Крепче спишь Ну, немного не та поговорка Тем не менее Хотя Блин, я гениальную фразу Только что сказал Это ведь реально так Надо самому как-то попробовать В общем У нас небольшая рекламно-музыкальная пауза После которой мы вернемся Далеко не разбегайтесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok